Эйвен, вчера ты сказал, что ты женишься на Миши. И я думаю, нужно сделать это как можно скорее, пока она не передумала. Думаешь? Да, потому что женщины и мы такие. Можем передумать любое мнение. Короче, надо заключать брак. Предлагай прям сейчас. Миша, давай поженимся прям сейчас. Прям сейчас? Прям сейчас? Прям вот сейчас? Прям, прям, прям вот сейчас? Видишь, она уже начинает сомневаться. Да, прям вот сейчас. А, ладно, хорошо, давай. Она согласилась. Отлично, значит, начинаем. Ам, я что-то переживаю. Не бойся, Ивасик, все будет хорошо. Ты у меня красивый парень, и хороший. Миша, тебе хорошая пара. А всем приходится мне не во время свадьбы, мам? Конечно, всем. Не беспокойся, вот твой подарок для Миши. А что это? Это кольцо. Эээ, может не жениться, сбежать. Эээ, ладно, женюсь. Вот твое свадебное платьице, Мишаня. Давай тебя нарядим, чтобы ты была красивая невеста. Да. Давайте я вам помогу, поправлю бантик вот здесь вот, чтобы все красиво было, чтобы Миша была красотка. Ведь это платье, Миша, пришло тебе от меня. Ведь я так и не вышла замуж до сих пор. А я уже купила себе заранее спадебное платье, когда была влюблена в одного парня. Но он нашел другой, и я осталась с разбитым сердцем, и теперь никак не могу влюбиться. Может, найдется кто-нибудь когда-нибудь для меня. Не грусти, Софишенька, у тебя тоже будет свадьба, и будет любовь когда-нибудь, ты выйдешь замуж. Окей, я ей вам понравлюсь. Ну что ж, дорогие жених и невеста, сегодня 3 марта 2017 года, мы начинаем наше бракосочетание. Ээ, точнее, ваше. Блин, какой из меня крутой священник. Что-то уже начнем, Софи? Софи, может начнем уже? Да, да, сейчас. В общем, какие-то тут странные вопросы. Короче, дорогая наша невеста и дорогой жених. Ээ, может пока подарок подарю, Софи? Да, давай сначала подарок. Вот мой подарок для моей будущей жены Миши. А что это такое? Ничего себе, Эйвен, что это за подарок такой? Это, дорогая Миша, для тебя кольцо на свадьбу. Вот, сейчас, погоди, ага. Ух ты, какая красота. Да, оно с бриллиантами и золотое. Продать можно, если денег не будет. И никто никогда такое не дарил. Спасибо, Эйвен. Ээ, сам выбирал. Отлично, а жених и невеста есть, священник есть, кольцо есть? А свидетелей нет. А, точно, Эйвен, свидетели, блин. Без них свадьба не считается. Ээ, а кто такие свидетели? Те, кто подтвердят, если что, что мы поженились. Да, как? На сваде. Блин, и что же мы теперь будем делать, Софи? Кажется, у меня есть одна идейка. Эй, ребята, у меня для вас есть интересная идельца. Хомяки? Наши свидетели? А в чем проблема-то вообще, нормальные мы свидетели. А зовут Рикки Лаки. Вот, видите, даже девочка и мальчик, как положено все. Смотри, Лаки, он даже кольцо ей подарил. Да, а вот ты мне не подарил. Вообще-то, брат и сестра с тобой. Ну, ладно тогда. Ладно, ребята, давайте как бы выбирать, кто чьим свидетелем будет. Ну, вообще-то, мальчики свидетели у мальчиков, а девочки у девочек. Так что я буду свидетелем вот этой коричневой собачки. Ээ, вообще-то, это девочка, а ты мальчик. Да, я девочка, а ты Рикки мальчик. О, господи, прости, я думал ты жених, а он невеста. О, нет, я не красивая. Ээ, не плать, Миша, это скорее камень в мой огород. А, ну ладно. Итак, согласен ли ты, Эйвен, жениться на Миша? Я согласен. Окей, согласна ли ты, Миша, выйти замуж за Эйвена? Я согласна. Ну, вот и отлично, значит, я торжественно объявляю вас. Погоди, погоди, ты даже вопросы не задала. Какие еще вопросы? Ну, как это, готов ли она терпеть, что он будет играть в игры и не захочет прибираться? Да, готов ли он, что она будет тратить его деньги на шмотки и посидевки с подругой? Готов ли она выйти стирать за ним? Готов ли он выбрасывать мусор? Эээ, столько вопросов надо задать перед свадьбой. Конечно, а ты как думала, может они уже и придумают жениться? Ммм, ну ладно, вы готовы ко всему этому, ребята? Да, готовы. Да, готовы мы. Ну, они, в общем, готовы ко всему, уверена. Да, уверена я. Ты точно готова стирать грязные ножки? Ну, да. А ты готов ходить в магазин по ее желанию? Да. И будешь ему всегда верна? Конечно, буду. Ну, ладно, тогда они готовы. Тогда я, наконец-то, торжественно объявляю, что Эйвен и Миша муж и жена. Можете поцеловать друг друга, дорогие молодожены. Ой, какая прелесть. Не завидуем. Любая женщина позавидует свадьбе. Я не умею целоваться. Ничего, я тебе позже научу, дорогая. Спасибо. Эйвен, милый, ты такой хороший. Я так тебя люблю. И я тебя люблю, моя Мишель. Эх, поздравляем вас, дорогие мужа жена. Поздравляем вас, Эйвен и Миша. Спасибо. Боряки и лаки. А теперь я подарю ваш свадебный подарок. Только я тут подумала, что немного накосячила с выбором. В общем, это детская коляска. Софи, Эйвен же не может иметь детей. Я никогда не думал, что я буду жалеть об этом. Но у меня никогда не может быть детей. Зачем ты так, Софи? Погодите, погодите, ныть. Мы можем, например, усыновить ребенка. Как делали это Бред Питт и Энджинина Джоли. Вы, кстати, на них похожи, так что... Ну, в общем-то, Софи права. Ну, да. Да, это просто гениальная идея. Мы, то есть, вы усыновите ребенка. Усыновим ребенка. Ну, да, а что такого-то доброе дело, между прочим? Усыновим. А вообще, если что, на всякий случай, мы можем быть вашими детьми. Ну, вы же хаменьки. Ну, и что, мы тоже маленькие, миленькие, пушистенькие. И никак им столько зато. А еще мы не будем головкать пудить вас по ночам и оставлять лужа, где попало. Слушай, Эйвен, заманчивое предложение. Это, конечно, заманчивое предложение, но нет. Ну, тогда мы можем быть кариозными вашего ребеночка. Дай, Мишенька. Хорошо. Лаки, посмотри, колясочка это ничего такая. Мы можем пока что забрать ее себе, пока они никого не усыновили. Да, Рикки, ты и прав, отличная колясочка, мы можем сделать ней милое гнездышко. Давай спросим у Эйвена. Эйвен, ты же не будешь против, если мы одолжим колясочку твоего будущего ребенка? Нет, это коляска принадлежит моему ребенку. А у вас есть свой дом. Ну, ладно, ладно, хорошо. Подпишись на наш канал и... И не забывай нажимать колокольчик. Точно, колокольчик. И не забудь подписаться на канал нашей мамы. И не мальчик. И Мишу, не обижай, ставь ей лайк. Помни, я за тобой слежу. Да, Эйвен, сиди. Субтитры сделал DimaTorzok